У маленького художника Лизы Камановой первая персональная выставка. В детской библиотеке собрались друзья, восьмилетние девочки и поклонники ее творчества. Солнечные яркие работы даются Лизе с большим трудом. Каждое прикосновение к карандашу или кисти доставляет девочке боль. Таких, как Лиза, называют бабочки. Я люблю рисовать карандашами. Почему? Что? Я люблю рисовать природу. Девочка не очень разговорчива и часто смущается. Такой характер, рассказывает ее мама Ирина. Все ощущения от внешнего мира передает на холст. На картинах необычные звери, природа и люди. У Лизы булезный эпидермолиз – неизлечимое генетическое заболевание, которое причиняет много страданий. Вся кожа таких людей-бабочек покрыта пузырями, появляющимися даже от незначительных травм. Сильное прикосновение может оставить след на больной коже. Эпидермис больных этим заболеванием не может держаться за более глубокий слой кожи и отслаивается. У Лизы тяжелая форма. Повреждена слизистая глаз и пищевод. Состояние острой нехватки средств для семьи Лизы обычное. Редкое, как его называют, орфанное заболевание – очень дорогостоящее в лечении. Есть препараты, которые мы можем купить только в Европе. И они на сегодняшний день для нас являются жизненно важными. В России их нет. Методы добычи их тоже. Купить только в Германии, Франции, Италии. Это сеточки ранзаживляющие, ругатель, которые способствуют заживлению рана и предохраняют ее приклеиванию к другим перегазичным средствам. В день необходимо 20 таких повязок, стоимость каждые 300 рублей. Также нужны бинты, мази и прочие лекарства. Лиза не только рисует, но и лепит. Профессиональный художник Людмила Август находит работы девочки очень талантливыми. И даже больно, элементарно. Не то, что кисточку в руках держать, и даже двигаться больно. Я вчера видела перевязки. Зрелище такое впечатляющее, конечно. У нее очень богатый внутренний мир. Художник, который видит очень ярко, очень живо, очень необычно. Весь ее внутренний мир запечатлен в ее рисунках. Лиза живо интересуется свойствами красок. Ей интересно лепить из глины, создавать поделки. Она задает вопросы, которые не приходят в голову даже взрослому художнику. Маленьким посетителям гостям Лизы на выставке работы понравились. Видно сразу то, что она умеет рисовать, то, что ее что-то вдохновляет, то, что у нее фантазия очень большая. Виден весь светлый детский мир в ее картинах. В них что-то такое есть, что вдохновит каждого писателя, автора, что может наполнить душу. После открытия выставки у Лизы появилось еще больше друзей, желающих помочь. В забинтованной реальности, именно так называют жизнь девочки родные, каждый день должен дарить положительные эмоции и вдохновение. Небезразличные к судьбе ребенка могут перечислить средства на счета, указанные на экране.